Сегодня в Приднестровье День России отметили и иностранцы. В центре столицы прохожим раздавали ленты, а детям на лицах рисовали узоры в цветах российского триколора. Суворов на коне, а под ним развернут огромный флаг России. Пока в центре столицы разворачивали триколор, подъехали 10 иностранцев. Достали телефон и начали снимать. Когда мы заметили иностранных туристов, они нас поздравили с Днём России. Мы когда путешествовали возле крепости, а также на здании Верховного Совета, мы тоже видели эти флаги. Поздравляю всех с Днём России. Кто сидит верхом на коне в Террасполе, иностранцы не знали. Но теперь в коллекции фотографий из путешествия по Приднестровье есть и Суворов, и флаг России. В честь праздника прохожим подросткам и детям рисовали на лицах узоры в цвет российского триколора и флаги. Говорят, День России – это уже семейный праздник. За столом будем, у нас приготовлено уже достаточно много. То есть День России – это у вас семейный праздник? Да. Мы каждый год отмечаем и в центре особенно празднуем. Этих мужчин пришлось остановить, чтобы раздать им российские триколоры. Сказали, спешили к девочкам на праздник. У нас сегодня День Российской операции. Повесьте. Конечно, поделите. Повесьте, да. Как вы отмечаете сегодняшний праздник? Вот идем, идем, да. Вот идем, нарезочку сейчас устроим. Мы быстро. А молодому человеку? Конечно. Поздравляем. Съем России. Это наша Россия. Мы, конечно, тоже не могли остаться в стороне. Вот уже традиционно, который год, 12 июня, молодежные организации, волонтерские организации, русские общины отмечают этот праздник. Ну, вот сегодня в таком виде. То есть мы не могли пройти мимо. Мы хотели сделать такую небольшую акцию, российский флаг растянуть и раздать российские ленточки триколоры всем желающим. Приднестровцы говорят, у нас общие традиции, культура и родственные связи. Поэтому Приднестровье отмечает этот праздник вместе с Россией. Дарья Булига, Даниила Кузьменко и Александр Киркелан. ТСВ.